Это констатация фактов нарушения права человека, а не отчета решенных проблем. Причиной этому является отсутствие нарушителей адекватных правовых последствий для них, для нарушителей. Все же основными причинами, обеспечивающими динамику роста нарушений, мы видим улучшающиеся экономические положения регионов, достаточно спорных федеральных и областных законов и других нормативных правовых актов, принятых в последние годы. В неэффективной работе ряда министерств федерального и областного правительства, пройники, чиновников и должностных лиц. Важнейшим социальным сегментом наиболее пострадавших результатов непродуктных реформ является, с нашей точки зрения, здравоохранение. К сожалению, весь перечень проблем здравоохранения, о которых уже обсуждалось при обсуждении общих отчетов, в 2017 год сохранился. Это и проблемы с кадровым обеспечением, с низкой зарплатой платы, при значительном увеличенном нагрузке, проблемы с жильем, проблемы с перегруживостью лечебных учреждений, и самая, конечно, главная проблема – это плата с услугами медикаментов. Приведенная так называемая оптимизация не только не решила поставленных задач качественного изменения здравоохранения, в том числе и исполнения президентских массовых указов до конца, но и разрушила существующую систему здравоохранения. Также выбьющими являются ситуации с правами инвалидов, описанные в докладе непонятной причины, по которым 79% инвалидов решили право воспользоваться государственной социальной помощью в докладе, отмечающих денежные средства, выделенные на данный цель, использованные по полному уровню. Учитывая вышесказанное, фракция КПРФ вновь обращает внимание исполнительной власти на недостаточность финансирования в данной сфере. Можно приветствовать, что уполномоченный в очередной раз обращает особое внимание на ускорение вопроса решения по созданию доступных средств для инвалидов по малой обеспеченной гражданам. В целом, внимание уполномоченного введения права инвалидов заслуживает высокой оценки. Он верно отмечает, что экологические ситуации в нашей стране и в нашей области являются крайне сложными, принося доходы компаниям от добычи полезных ископаемых, на шумность расплачивая здоровье своих граждан, высокий уровень заболеваний, в том числе и онкологические реакции, в том числе и следствиями воспользованиями украшающей среды. Также фракция КПРФ вновь обращает внимание на неподпустимость добычи нефти по флотному бороду, на реверс, научно обоснованное возражение ученых, мнение общественных организаций, мнение граждан, организационные права на благоприятную вращающую еду. Сиюминутные экономические выгоды становятся выше сохранения нашей уникальной природы и здоровья населения области. Мы считаем, что при открытии побывающих и других экологически опасных производств обязательно необходимо учитывать мнение местного населения. Если подводить итог, фракция КПРФ отмечает, что многое сказанное в полномочном своем докладе звучит в определенном смысле приговором в отношении политики, проводимой с 1991 года. Результаты так называемых реформ выглядят проваленными. Во главе угла любой реформы должен стоять, прежде всего, человек, его жизнь и здоровье, его права и законные интересы, его благополучие. Все это укрепляет государство в целом. Основным же итогом реформы явилось обогащение небольшой группы лиц на фоне обнищения подавляющего числа наших сограждан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова